Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», вопрос 2054, 8-й том. Если в 77 книгах Священного Писания ничего не говорится об иночестве, то, может быть, апокрифы повествуют об этом? Отвечает Игнатий Тихночелапки. Если считать всё, что написано монахами о монахах, тогда Евангелие просто ненужная и заброшенная книга будет. Евангелие и монашество несовместимы изначально. Одно Слово Божие зовёт на дело любви к ближнему – идти в мир. Марка, 16 глава, 15 стих. И сказал им «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Иоанна, 15-27. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Деяние 1, 8. А другое – любыми путями, при любом несчастье, во всём и всегда ставить цель – войти в монастырь, постричься и там закончить безвыходную жизнь. И это всюду будут трафаретно обмазывать словами «Иноческие подвиги», «Иноческие труды» из Экилия, 13 глава, 14 стих. Не то чтобы покаяться за то, что заблокировали столько сил в стенах монастырских, но ещё и всё время этими выдуманными подвигами хвалиться, выверяя их по своим рекордам и таблицам. Римлянам, 11 глава, 6 стих. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Жития. Синофонт, Иоанн, 26 января. Аркадий, спасшийся, после кровопрюшения, говорит «Что мне делать, я не знаю. Помню, как отец мой всегда восхвалял иноческую жизнь, связанную с безмолвием и приближающую к Богу. Итак, пойду в монастырь и стану иноком». Продолжая идти, он встретил одного почтенного инока, украшенного сединами, человека святой жизни и прозорливца. Подошедший к нему юноша припал к его ногам и лызбезал их и говорил «Моли Господа мне, святой отче, так как я нахожусь в большом унынии и страдаю». Старец сказал ему «Не скорби, чадо, брат твой, о котором ты скорбишь, так же жив, как и ты. Все другие бывшие с вами на корабле, хранимые Богом, спаслись от гибели и пошли в монастырь ради иноческой жизни. Брат твой Иоанн уже принял первое иноческое просвещение. Будет время, когда ты увидишь брата собственными глазами, ибо услышана твоя молитва. После чудесной встречи все разлученные уходят в монастырии». После этого ксенофонт с подругой своей просили святого старца постричь их в иноческий чин. Рукою прозорливого отца были пострижены ксенофонт и Мария, и им же были научены иноческим правилам. Старец заповедовал им, чтобы они жили не вместе, а каждой особой. Спустя немного времени они все разлучились. Мария ушла в монастырь иночествующих женщин, а Иоанн и Аркадий, простившись с родителями, отошли со старцем в пустыню. Макарий Александрийский, 19 января Однажды преподобный Макарий Александрийский пришел к Макарию Египетскому, который находился в скиту. И вот, когда они оба отправились в путь и желали переправиться через реку Нил, то им нужно было переправляться на большом пароме, на который взошли также два трибуна, тысяченачальника, с большой важностью и с наружным блеском, имеющую медную колесницу, коней с вызолоченными уздами и свиту из войска, оруженосцев и дружинников и из украшенных цепями золотыми поясами. Когда эти трибуны заметили двух преподобных старцев, одетых в ветки одежды и стоящих в углу, они восхвалили их смиренную и бедную жизнь, и один из тысяченачальников, тысяченачальников, сказал старцам, «Блаженны вы, пренебрегающие миром». Макарий Александрийский на это ответил, «Мы действительно пренебрегаем миром, а над вами смеется мир. Знай же, что произнесенное тобой произнесено не по твоей воле, но пророчески, потому что мы оба называемся Макариями, то есть блаженными». Умилившись этими речами Макария Александрийского, трибун по возвращении домой совлек в себя свои одежды, раздал свое имущество бедным и избрал отшельническую жизнь. Савва, сербский, 12 января. Теперь, обреченный архиепивской властью, он решительно стал продолжать дело насаждения в стербии иноческого подвиженства по образцам подвиженства афонского. Тогда в Сербии было много неустройств в деле веры. Существовала и нечестивая ересь, богомильская. Были и остатки язычества. Много было вообще разных нестроений и пороков среди христиан. Король Стефан, первовенчанный, достиг старости и нередко впадал в недуги. Он имел горячее желание принять перед смертью ангельский образ, постричь от своего брата Саввы. Но архиепископ отклонял эту просьбу, говоря, что не настало еще время. Однажды Стефан сильно заболел, а святой Савва находился в дальней отлучке. Тотчас же послали за ним. Савва немедленно поспешил к больному брату, но на дороге встретил его новый посланец, сообщившись, что король скончался уже и незачем очень спешить, в живых его нет. Но святой Савва, напротив, еще более ускорил свой путь, огорчаясь тем, что он не облег во время своего брата в ангельский образ и молясь Господу о сохранении брата в числе живых. И что же? Когда Савва с горячей молитвой приблизился к кадру брата, он нашел в нем признаки жизни. И Стефан немедленно очнулся. Возрадовался святой Савва и облег Стефана в великий ангельский образ с именем Симеона и воздал ему предсмертные целования. Король Стефан в иночестве Симеон тихо почил на руках своего брата, святого Саввы. Сверх того, для отечества своего он приобрел много святых мощей и церковные утвари. Прибежащий защиту нашел у своего дяди, архиепископа Саввы, который убедил его после бурной мирской жизни искать успокоение в жизни иноческой. Родослав пострижен был Савву и выночеству под именем Иоанна и, подвязавшись недолгое время, скончался. С любовью и смирением он искал и принимал поучения от молчанников, подвижничество которых всеми прославлялось, как совершенчатый путь к спасению. Феодосий 11 января Феодосий Ант Слава о подвигах преподобного Феодосия распространял все больше и больше, и многие посетители стали выражать желание поселиться около блаженного подвижника, чтобы подражать житию его, принимая их к святой Феодосии и обратил свою пустыню в подобно небесной обители. Симон Печорский Суздальский, 10 мая Этой блаженный Симон принял образ инческий в святом монастыре Печорском. Подобно небу, украшенному святыми подвижниками, как бы звездами мысленными, луной и солнцем, поступив в монастырь, Симонс с прилежанием читал повести о житии прежде бывших и богу угодивших святых, многочисленных, как многочисленные звезды на небе, подвигах святого Антония, просветившего всех подобно солнцу светом добрых дел своих, и его равноангельскую житию, подражал преподобный. Симонс заимствовал равноангельское безмольное житие. Минадоры, 10 сентября Для своего места пребывания святые девы избрали один высокий пустынный холм. О том, как добродетельна была их жизнь, можно судить по самому месту их пребывания. Феодосий Печорский, 3 мая Спустя некоторое время, блаженный ворла, начальник братьев-пещерников, был назначен князем Изяславом, игуменом монастыря святого великомучестного Дмитрия. Псалом 91.13 Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру наливания. И действительно, подобно тому, как семя благодатью Божию в доброй почве приносит плоть в сто крат, так и святой Феодосий увеличил число братьев-пещерников. Другое место из этого жития. Так, когда случалось, что кто-нибудь из нестяжательного его стада ослабевал духом и уходил из монастыря, тогда преподобный в великой печали и скорби о ушедшем со слезами Богу молился, чтобы он возвратил назад отлучившегося от его стада овцу. Так он молился до тех пор, пока ушедший не возвращался. Игнатий Ростовский, 28 мая Убедившись в своете мира сего, он отрекся от мира и принял пострижение в монашество. Так как он проводил жизнь весьма добродетельную, то был назначен первоначально архимандритом, а потом епископом города Ростова. Иероним Стридонский, 15 июня Когда путники прибыли в Нитрийскую пустынь, их встретил епископ Исидор с бесчисленными толпами монахов. Для жительства паломников, решивших остаться в Вифлееме, Павлой предпринято было постройка монастырей, женского и мужского. В последнем настоятелем был блаженный Иероним. Павлой затем построено было еще два женских монастыря. Стройка продолжалась около трех лет. Все это время Павла с детственницами и блаженный Иероним с монахами прожили в малоудобных помещениях. Сам блаженный Иероним жил в пещере, находившейся по соседству пещеры Рождества Христова. Иларион Новый, 6 июня Его честная и святая душа, так же как и виденная им душа Феодора, была отнесена на небо ангелами великих святых исповедников, предстоит ныне перед престолом славы Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога в Троице, которому высылается слава во веки. Паисий Великий, 19 июня. И вот блаженный Паисий, наставляемый преводобным поучительным беседами, возгоревший все еще более любовью к Богу, решил все сказанное ему исполнить в точности. И действительно, в продолжение целых трех лет, он с отчаянием соблюдал заповедь, не смотреть на чужие лица и с прилежанием предался чтению божественных книг, непрестанно внимая Слову Божию и наставлением его. Преподобный же старец Памва, видя его преуспевающим, радовался такой добродетельной жизни его в Боге, отечески наблюдая за ним, он руководительно ввел его на дальнейшие подвиги и благочестиво наставляя на всякое благоугодное дело и познание, скоро садил его искуснейшим из иноков. Алипий столкник 26 ноября Ввиду того, что многие из них поселились тут же при нем, святой повелел устроить два монастыря, мужской и женский, один по одну сторону столпа, другой по другую, сам же стоял на столпе посередине, просвещая оба монастыря своим учением и примером своей ангельской жизни и защищая их своими молитвами. Алипий дал им законы и уставы иноческого житья, повелел тщательно блюсти себя от козни бесовских, при том женщинам он особенно заповерил, никогда не показываться на глаза мужчин. Мать преподобного была в сане диаконисы и хотя жила по-иночески, однако не хотела постригаться. «Одно и то же быть диаконисой или инокеней», говорила она. Сын неоднократно молил ее об лечься в иноческие одеяния, но она не слушала его, потому пока не получила указания на это в ночном видении. Тогда он уже сама стал просить сына о пострижении ее в иночество. До Сефея, 19 февраля. Юноша же действительно был родственником одного воеводы. Живший доселе среди богатства, привыкший к нежному образу жизни, он никогда доселе не слышал слова Божия, ничего не зная о Боге, не представляя себе, что такое монастырь. Юноша отвечал, «Возьмите меня и отведите в какой-либо монастырь. Сам я не знаю, куда идти». Некоторые из воинов, сопровождающих юношу, особенно уважали Аву Сирида, посему они и пришли во его монастырь вместе с тем юношей. Амон, 4 октября. Амон пошел в гору Нитрийскую и стал иноком, а мнимая жена его, оставшись в доме своем, в скором времени собрала множество девиц и у невестила их Христу, и сама стала гюменью над ними. Спиридон и Никодим, 31 октября «Всякая душа, озаренная свыше благодатью, бывает проста». Притч 11.26 «В ней нет ни лукавства, ни лести, а на сосуто жилища самого Бога. Посему и апостол говорит, немощные миры избрал Бог, чтобы простромить сильное». 1 Коринфянам 1.27 К числу таких избранных принадлежал преподобный отец наш Спиридон. Сей блаженный происходил из некого селения. Он не был научен книжному искусству, не был силен в слове, но был велик своим разумом, духовным, благоугодными делами. Имея в своем сердце страх Господень, начало всякой премудрости, он пришел в Печерский монастырь и стал вести здесь суровую иноческую жизнь. Не зная грамоты, он начал учиться книжному искусству, хотя уже и не был юн летами. Все богодухновенные псалмы Давидова он твердо изучил и знал на память. Святой подвижник с неослабевающей ревностью подвязался и заботился о спасении души своей. У него было благочестивый обычай. Всякий день он воспевал псалты Давиду и не переставал до тех пор, пока не кончал ее всю в тот же самый день. Сие подвижники святые благоугодно работали в течение 30 лет, чисто и непорочно исполняя свое послушание, печенье просфор. Посему и, представившись в добром исповедании, они насыщаются славой Божией, которую зря, не видя приносимого хлеба, но лицом к лицу. Стихотворение Волна вдохновения не слышится пения того, что написано прежде, приелась привычная скрыта под пеной, под теплую зимней одеждою. Грация образа мыслей слога с сегодняшним новым акцентом. Ни шагу без слов, что не спосланы Богом, ни малого даже процента. Молитва отвечена, четкие, завешены. Мысли волной набегают. Ангелом светлым, развеянной лешей, эфирное зло под ногами. Не спрашивай, как и откуда сравнение. От Бога ли этот талант? Амнисия мысли, слова эти пленные. Спокойненько всорван был плат. Едва успевает писать карандаш, волна за волной и по строчке. Над качеством слова священные страж, а рифмы, что заяц по кочкам. По-новому видится то, что знакомо. И чит на тысячу раз. Открытое око кусочек отломит. От слова, от слова пророка. И не для прикрас. Инъекции прошлых годов и столетий. Пытаемся труп оживить. И видишь, на небо мы в храмовой клетке. Мы пойманы, нас не надо ловить. Быть может, чуть-чуть затрепещут ресницы. Поднимутся веки, встряхнется душа. Реальное страшное может присниться, как будет злодейство мешать. Одним вдохновением суметь передать, какие мы все же негожи. Сумели же Библию вовсе предать, а остаться с ободранной кожей. 2003 год. Игнатий Тихнич. Лапкин.